Привет, друзья! С вами канал Maros Live и в сегодняшнем выпуске рассмотрим 5 главных ошибок иностранцев с ВНЖ в Чехии. На первом месте пункт, когда иностранцы путают полицию для иностранцев с Министерством внутренних дел. Иностранцы в Чехии часто считают, что их заявление на ВНЖ, на рабочую карту, рассматривает полиция для иностранцев. Она называется в народе цызинка, а не Министерство внутренних дел. Другими словами ОАМП. Об этом очень часто писал в наших комментариях, в нашем сообществе. Но опять же, повторение мать учения, поэтому слушаем дальше. Еще с 1 января 2011 года заявление на выдачу и продление вида на жительство в Чехии принимает только Министерство внутренних дел, то есть ОАМП. Несмотря на то, что с этого момента прошло уже много лет, иностранцы сейчас используют термин полиция, который прочно вжился в их речь. Казалось бы, что это просто безобидное заблуждение, но бывают случаи, когда из-за подобной ошибки иностранцы пропускают сроки подачи заявления и лишаются желанной карты. Например, если человек посылает заявление по почте и на конверте по привычке пишет получателя полиция для иностранцев, в этом случае письмо не дойдет воврея по назначению в Министерство, так как оно было предназначено совсем для другого административного органа. В результате иностранец получит по заявлению отказ, так как он не прислал документы вовремя. Незнание не освобождает от ответственности, и Министерство не рассматривает эту причину как уважительную. Так что будьте внимательны. 2 место. Не проживает по указанному в заявлении адресу. Многие иностранцы в Чехии считают, что это необязательное правило жить по тому адресу, который был указан в вашем заявлении на подачу карты, либо на подачу ВНЖ, воссоединение и так дальше. На практике это тоже может стать поводом для отказа в выдаче ВНЖ. Кроме того, иностранные граждане часто покупают подтверждение о проживании, которое предлагают многие агентства и посредники. Сейчас такое, конечно, не наблюдается, но раньше такое было. Это считается очень жестким нарушением закона. Если Министерство будет проводить проверку вашего местожительства и докажет, что вы не проживаете по официальному адресу, заявление могут закрыть на основании 46-го параграфа закона об иностранцах, согласно которому иностранцы обязаны иметь гарантированное место жительства и проживать по адресу, указанному в заявлении. Не забудьте, что ваш арендодатель должен бесплатно выдать вам документ об обеспечении жильем, и у вас может быть другой почтовый адрес, по которому вы будете получать почту, корреспонденцию всякую, но жить вы обязаны по официальному зарегистрированному адресу. Если вы будете долгое время отсутствовать в Чехии, например, во время летних каникул, укажите почтовый адрес за границей. Для этого не требуется никакое подтверждение. Ну, такое, честно скажу, на практике не всегда бывает, но, опять же, если есть такие правила, то лучше их придерживаться. Третье место. Забывают возвращать просроченные биометрические карты. Согласно закону, иностранцы должны своевременно возвращать недействительные личные документы. Прежде всего, биометрические карты. Не забудьте, что биометрическую карту с истекшим сроком действия нужно вернуть без задержек. На практике административные органы дают иностранцу на возврат карты довольно большой срок – 30 дней. Иначе получите максимальный штраф за просрочку около 3000 крон. Четвертое место. Не сообщают вовремя в важных изменениях. Если вы сменили адрес проживания или изменили данные в личных документах, об этом нужно вовремя сообщить административным органам. За просрочку тоже можно получить штраф. Так, о смене адреса нужно сообщать в течение 30 дней с момента изменения. Если по новому адресу вы собираетесь жить больше, чем 30 дней, если у вас изменились личные данные в документах, либо вы потеряли или повредили биометрическую карту, об этом нужно сообщить до 3 рабочих дней. То есть, конкретно в этом пункте говорится о смене прописки, если вы приехали с одного города в другой город. Об этом мы говорили уже ранее. Смена работодателя также относится к этому случаю, потому что если вы меняете, опять же, город, то меняется, соответственно, прописка. Ну и об этом говорили наши друзья Максим и Юля. Вам тоже привет, если смотрите. Так что это нужный пункт, который нужно применять. Если у вас есть постоянное место жительства, то новый временный адрес регистрировать не нужно, если вы будете проживать там меньше 180 дней. На практике получается, что в этих ситуациях чиновники проявляют толерантность и не штрафуют иностранцев за опоздание в несколько дней. Но все-таки лучше соблюдать установленные сроки. Пятое место. Не знают, для чего нужна промежуточная виза. Визовая наклейка. Промежуточная виза, которую в народе называют Пршекленовак, Пршекленовачка или Пршеклен, нужна для выезда за границу, когда вы ждете рассмотрения вашего заявления. Официально она называется визовая наклейка. Пршекленовачка может понадобиться вне территории Чехии, а также при подтверждении легальности проживания в Чехии и в других институтах. Например, центр занятости, банки и так дальше. Обычно для подтверждения личности в случае проверки в Чехии достаточно иметь при себе только паспорт или действующую биометрическую карту. Где брать эту визу? То есть нужно опять же обращаться в ОАМ, в МВД Чехии, где вы можете спокойно себе вклеить эту визу, если вдруг вы захотите во время рассмотрения вашей рабочей карты поехать, например, в Украину, в Россию, в Казахстан и так далее. Но при этом у вас рабочей карты на руках не будет. Поэтому вклеивается вот эта шекленовачка, и вы можете спокойно ехать, путешествовать и так дальше. Еще важный момент, ребят, иностранцам в Чехии лучше носить с собой личные документы всегда, так как полиция для иностранцев не проявляет толерантности к людям без документов. Вас могут задержать для выяснения личности и дать штраф. Вот такие пять основных правил, которых следует придерживаться в Чехии, чтобы не потерять желанные ВНЖ. Рекомендую следить за всеми изменениями и правилами на сайте МВД Чехии. Ссылочку найдете под видео в описании. Ну а также не забываем поддерживать данное видео своими лайками, репостами и комментариями. Кстати, делитесь у кого, какие ситуации и случаи были. У меня на этом все. Увидимся в следующих выпусках. До новых встреч. Пока-пока.